Всем привет, друзья! Это самый ранний в календарном плане выпуск, вы прямо сейчас его смотрите. Все говорили, вот 2020 год такой плохой, ужасный, уходи быстрее, вот 21-й прям ух будет! Когда, как не в начале января, в первых числах надо узнавать у людей, как у них поменялась жизнь. Кстати, да, мы уже 4 года снимаем ОК Гурис. Кстати, мы уже 5 лет снимаем ОК Гурис, я один год забыл. И, наконец-то, это свершилось, да, мы нашли новый бесплатный футаж для заставки и сменили музыку. Это проект ОК Гурис. Поехали! Вы из Калининграда? Нет, мы местные, мы же живем в Зеленаге. Местные? Да. Не поверите, это наше первое интервью, мы сразу на местных попали, мы сделали невозможное. Видите, вам повезло. Сейчас вообще у нас в городе творятся чудеса, потому что, как никогда, у нас народу очень много. Это хорошо, кстати, или плохо? Замечательно. Вы знаете, это замечательно, потому что мы понимаем, что наш город становится с каждым годом все лучше и лучше, и лучше, и краши, и краши. Вы чувствуете себя избранными? Вы сейчас в городе номер один в Калининградской области. Такое и есть ощущение. Ваша квартира стоит, наверное, примерно 20 тысяч миллионов, наверное, где-то. Ну, примерно, примерно, да. Есть у нас шанс еще найти хоть кого-то местного, кроме вас? Да, у вас чуйка. Видите, вы подошли, вы поняли, что это... А, местные, они как раз подальше уходят. Тем более вы нас узнали, вы, значит, местные? Да, советские. Мало того, что вы из Москвы приехали, еще и из Советской приехали. Нет, по наехи мы местные, по наехи нам только свои. Скажешь кому-нибудь из Зеленоградского, откуда из Советской? Все, бро, бро. 21-й год, лучше, чем 20-й. Он только начался, он, конечно, уже ничего не делаем, мы гуляем, для нас лучше. Советские умные люди вообще живут? Советские? Ну, а что, по нам не видно? Давайте проверим. Я задам элементарные вопросы. Придется это выразить, или мы будем вас ловить. Вырежем все, что было до этого. Сколько мегабайт в одном гигабайте? Ну, по идее, тысяча. Сколько месяцев в году имеют 28 дней? По идее, один. А, нет, все 12, потому что потом 31. То есть это хитрый вопрос. Сколько земли содержится в яме шириной, длиной и глубиной 3 метра? Три куба. Ширина, глубина и высота ямы 3. Ну, да, что-то с математикой-то у нас сбивают вопросами хитрые эти, гурьевские. Вроде ты правильно ответил, да, в том начинал. Короче, не знали. Ну, или, может, 9 кубов тогда. Какая гора была самая высокая до открытия Эвереста? Каких горов, знаешь. Я уже знаю, там, Кельманджаро, пускай она и будет. Других все равно нет. Нормально, да. У мамы Коли трое детей. Одного зовут март, 2 апреля. Как зовут третьего? Май. У мамы Коли. У мамы Коли есть 3. Ну, правильно, видите, догадались. В принципе, вы там натупили уже на два вопроса. Хватит, нам хватит. Нам хватит. Все, спасибо огромное. Все, спасибо. Вы из Калининградской области? Ну, я сейчас здесь живу, да. О, Зеленоградская? Нет, из Озерска. А, ну мы только что просто встретились в Зеленоградских. Мне казалось, что вообще местно здесь нереально найти. Я из Курска. Вы слышите, что здесь ваша коса есть недалеко? Да. Чисто личная ваша. Это Курская коса, мы из Курска. Курская. Это была просто очень не смешная шутка. Ну, типа. Три вещи, которые вам не понравились. Панельки девятиэтажки. Парковки. У нас город маленький в Курске, естественно, там более или менее с парковками получше. Приехали в Зеленоградске, не знаете, где оставить тачку. Можно поехать оставить тачку в Курске? За 900 километров. Как вы вообще считаетесь, а умными? Вообще, в принципе, я эрудирован. Ой, не знаю. Сколько месяцев в году имеет 28 дней? Все. А не один. Рядом с каким деревом растет гриб-подосиновик? Я не хожу за грибами. Сколько земли содержится в яме с шириной, длиной и глубиной 3 метра? Ой, тяжко. Не знаю вообще. Ну, еще раз. Сколько земли находится в яме с глубиной, с шириной и длиной 3 метра? 3 на 3 на 3. 9. И еще на 3. 27. Вот, все нормально вот с математикой. Какая гора была самой высокой в мире до открытия Эвереста? Географию как? Проходили? Да проходили. Смотря какой год. Они же все равно меняются. Это сверные плиты двигаются. Курская гора. Есть такое? Нет, в Курске нет. Гор вообще. Там парковки, да, мы помним. Задача. У мамы Коли трое детей. Одного зовут март, 2 апрель. Как зовут третьего ребенка? Май. Позже будет январь. Парни, привет. Можно с вами немного пообщаться? Коллега. О, коллеги, классно. Ты тоже ведущий свадеб? Нет. Нет? А что, твои коллеги? Есть два ГИС еще. Есть два ГИС? Есть два ГИС, да. Он все время понтуется не в тему. Да. Меня, если что, Олег зовут. Как вы встретили Новый год, пацаны? Здорово, в кругу семьи. Не может же быть здоровой в кругу семьи в одном предложении? Поверьте, может. Может быть, да? Да, бог знает и мою мать. Очень сильно напился. И на протяжении четырех часов ползал на коленях от комнаты до туалета и обратно. И наутро у меня были синяки на локтях. Давайте девчонку найдем. Да нет. Тебе, может, девчонку найдем? Да нет, спасибо. Как будто у меня есть какая-то девчонка, я хочу к кому-то пристроить ее. Вы вообще считаете себя умными пацанами? Ну, я не считаю то, что прям умный-умный, но я считаю, что я не глупый человек. Сколько мегабайт в одном гигабайте? Я не информатика. Сколько месяцев в году имеет 28 дней? Че? Че? Февраль. Сколько месяцев в году имеет 28 дней? Ну, один. На логику, у мамы Коли трое детей. Одного зовут Март, другого зовут Апрель. Как зовут третьего сына? Март, Апрель. Че? Май? Сколько земли содержится в яме шириной, длиной и глубиной 3 метра? Что? Ну, пускай будет, я не знаю. Ну, 3-3-3, получается. Яма глубиной 3 метра, шириной и глубиной. Сколько там земли? Ну, пускай будет 3 килограмма. 3 килограмма. Не придумал шутку. Сразу заглох. Как вы встретили Новый год? А мы не встречаем его. А мы встретили Новый год в следующий год. Пять лет назад, да, встретили? Не важно. Ну, не из Калининграда. Местные, местные. Местные? Вот хотя, че, я удивляюсь, конечно, местные. Вы не мерзнете? Нет. Или вы что-то прячете там? А, вы Бэтмен? Да, 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 да. Сейчас полечу. Говорят, 20-й год был ужасный, типа, пусть быстрее уходит. 21-й, что-то поменялось в вашей жизни? Ни к чему хорошему мы не идем. Да? Да. Вы куда-то в бордел идете, что ли? Нет, мы идем домой. Как встретили Новый год? Ну, у нас есть друг, он после первого бокала шампанского, его сразу тошнит. Мы разнесли полквартиры, к сожалению, и пришлось платить деньги. Я правильно понимаю, что друг еще любит желтые куртки там носить? Да, да, да. Пацаны, ну вы сами просили школьные вопросы. Мы порепетировали по дороге, можем попробовать. Давай, сколько мегабайт в одном гигабайте? Мегабайт? Два. Мегабайт? Восемь? Где-то восемь, наверное. 56. Сколько месяцев в году имеет 28 дней? Все. Ну, февраль и июнь. А он говорит, все, видишь. Да он в школе плохо учился, на тройке. Рядом с каким деревом растет гриб под осиновик? Под сосной. Ну, смотри, он настолько жестко, он дупит, мне кажется. Сколько земли содержится в яме шириной, глубиной и длиной 3 метра? 3 квадратных метра. 3 метра квадратных. Не могу сколько почитать. Сколько земли в яме глубиной, шириной и длиной 3 метра? Там же уже нету по логике земли. Ну да, землю, получается, убрали, да? Да. А, вот так вот, сложный вопрос. Если на соревнованиях по бегу ты обогнал человека, который шел вторым, каким ты стал по счету? Так, если на соревнованиях по бегу я обогнал человека, который был вторым. Который был вторым, каким ты стал по счету? Может, первым. Может, первым. Логично, первым. Второго обогнал. Возможно, да. У мамы Коли трое детей. Первого зовут март, второго зовут апрель. Как зовут третьего? У мамы Коли? У мамы Коли. У мамы Коли что там еще раз? Трое детей. Три сына. Одного зовут апрель, второго зовут март. Как зовут третьего? Апрель. Ну, март, апрель и... Март, апрель и... Декабрь. Можно быть. Ну, может, май. Хотя нет. Где-то подвох должен быть. Да, подвох. Ну, типа, тебя как зовут? Кирилл. Понял логику? А, Коля, Коля! Я реально тупил! Я же говорю, реально тупил! Блин, молодцы, конечно, здесь все это прям классно украсили. Давай подойдем, здесь вот все подходят. Тут написано арт-объект с заполненной реальностью. Давайте попробуем что-то же, погреемся, может быть. О, ты уже здесь, что ли, снимаешь? Ничего себе, слушай, куда мы попали? Мы рады вас приветствовать, Руслан. Вы попали в рекламную интеграцию. Но это же больше похоже на фирменный салон дверей про двери, который находится в торговом центре Акрополь. Прям такой же, как и на Карла Маркса 18. Поздравляем, интеграция началась. Ого, на мне же была обычная водолазка и кофта. Руслан, это же рекламная интеграция. Тут все выглядят красиво и представительно. Господи, я хочу здесь остаться навсегда. К сожалению, в интеграции нельзя долго задерживаться. Иначе ее начнут перематывать. Понял, тогда приступим. В салонах и онлайн-магазине ProDveri представлено более тысячи моделей входных и межкомнатных дверей. Все двери оснащены системами взлома защиты, в том числе с электромагнитным доступом и доступом по отпечатку пальца. Работа с дизайнерами позволяет ProDveri воплотить любую авторскую задумку и создать нестандартную дверную конструкцию. В январе на все классические межкомнатные и входные двери действует скидка 10%. При заказе трех дверей бесплатная доставка. Монтаж каждой пятой двери в подарок. Руслан, вы великолепно справились с задачей. Да понятно. А что нужно сделать, чтобы сюда вернуться? Чтобы вернуться в рекламную интеграцию, нужно что-нибудь оставить. О, тогда мы оставим ссылку в описании. Переходи по ней, заказывай двери онлайн и следи за акциями и новинками. О, круто там было, надо почаще возвращаться, там музычка, тепло было. Все, погнали дальше снимать, там смешной мужик стоит. Расскажите, как вообще вы Новый год встретили? Мата можно? Ребята, какое слово хотели сказать? Сейчас уже интересно стало, блин. Это очень красиво, я смотрю на говорить. Моя язык очень специально. О, это все что знаю по-английски. Вам не дано. В 51-м году я родился на Московской улице. Здесь, Зеленоградск. Да. Вы вообще не похожи на местного. Да? Конечно. Я дурак, что ли? Спиритус ауэ море. Это вы сейчас меня заколдовали? Нет. Спирт влага жизни. Нет. Если ты будешь сочетать алкоголь и спорт, как я... То есть спирт и спорт? Правильно понимаю? Да, да, да. Как дядя Вова, смотри. Дядя Вова. Нет, я Руслан. Нет, я говорю, пирс, знаешь? Понял, да. Да. Так вот, с пирса до трубы и обратно, после бутылки водки, за 18 минут, попробуй. Это дядя Вова. Остался только дядя Вова, понимаешь? Остальные все в гробу. Блин. Вот, блин. Как вы, кстати, видите свою смерть? Давайте об этом поговорим. Слушай, а когда у тебя случится это? Вот я тебе сейчас горло дам пальцем и у тебя случится, понимаешь? Не, ну вы за кремацию или за то, что вас похоронили в гробу? Чё ты хрен упоришь какой? Самая необычная история в вашей жизни. Семьдесят четвёртый год, я в мореходке. Так. Приглашают меня на белый танец, кнопка. Мне двадцать два было года, да? А ей пятнадцать. Так я работал неделю. Обрабатывал участок. Ну, короче, вы сделали её женщиной? Конечно. Пятнадцатилетней. Да. Так я думал меня посадят, понимаешь? Я так не задумывался об этом. А можно об этом говорить? Потом постфактум не посадят? А уже не посадят. Но ей уже не пятнадцать же. Если она меня уводит, она говорит, где ты, дорогой? Ты что, снимаешь, что ли? Это фото. Давайте сфоткаемся. Вот у тебя получится. Сфоткаемся. Давайте покажем. Какие у вас планы на двадцать первый год? У меня одни планы. Сейчас ёбнуть и спать. Надеюсь, не мне. Вы не хотели никогда стать мэром Зеленоградского? Я дурак, что ли? Ты чувак, который тусуется передо мной уже. Ты уже поганка. Вы меня уже обосрали как можно. Я знаю, как можно. А грибы? Будешь есть? У вас есть грибы? С собой. Подосиновики? Ну, для вас. Спою одну песню. Давай. Я знаю эту песню. Если, короче, Зеленоградск приезжаете и хотите грибы, это к дяде Вове. Нет проблем. Если вам пятнадцать лет и вы хотите, чтобы первый раз был свободным человеком. Дядя Вов, что-то еще есть что сказать? Блин, мне кажется, мы сейчас упускаем бриллиант. Вы сейчас уйдете и опять скучные люди останутся с нами. Конечно, они все скучные. Они рожают, они детей кормят. Вся жизнь женская, знаешь, для чего создана? Детей поиметь и у вас долго иметь всю жизнь. Девушки, не проходи, иди. Иди сюда. Эта женщина или пацан? Снимает нас? Да. Понравился вам, да? Давайте попрощаетесь со всеми зрителями на разных языках, которые вы знаете. Я люблю. Мои люди. Свякин Великюдагр. Литовичка. Мармасасинт по-эстонски. Маньян Абучи Страбаха по-испански. Маньян. Да хватит уже. По-пацански как-нибудь в конце. Все, спасибо огромное. Двадцать первый год, что поменялось у тебя принципиально в этой жизни? Еще не поменялось, еще хуже стало. Еще хуже стало? Вообще. Утро проснулось, заболело. Думаю, двадцать первый год, и вот наступил. Сегодня заболело? Да, болею. Ты сейчас болеешь? Не, ну я не болею. Ты сейчас маску типа изобразила? Мы тебе подрисуем маску, хорошо? Так это говорим. Какие у тебя планы на двадцать первый год? Вот в двадцатом вышла замуж, родила ребенка, нашла работу, ушла в декрет. А в двадцать первом у меня нет планов. В двадцать первом надо все наоборот сделать. То есть развестись, отдать ребенка. Разводишься. Слушай, ты считаешься умной? Да. Ты не смотришь наши видео? Конечно. Сколько мегабайт в одном гигабайте? Тысяча. Сколько месяцев в году имеет 28 дней? Как? Сколько месяцев? Сколько месяцев в году имеет 28 дней? Один. Нормально. Февраль же. Рядом с каким деревом растет гриб подосиновик? Возле подосиновика. Да? А, ну дерево такое, подосиновик же есть, да? А какое дерево? Как оно называется? А подберезовик? Подберезовик. Рядом с каким деревом? Березой! Сколько земли содержится в яме шириной, глубиной и длиной 3 метра? Такой вопрос сложный. Сколько земли... ...и находится в яме глубиной, шириной и длиной 3 метра? Может... 3 метра? Все правильно. Все правильно. Не сомневайся. Какая гора была самая высокая до открытия Эвереста? Не было никакой горы, только вот Эвереста. Она одна была, да. Да, Эвереста. Единственная. Смотри, вопрос на логику. У мамы Коли три сына. Первого зовут март, второго – апрель. Как зовут третьего? Май! Все верно, ты отлично все знаешь. И последний вопрос. Есть ли на соревнованиях по бегу? Обогнала человека, который бежит вторым? Каким ты стала по счету? Первым! У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Можно я пошучу? Это будет тупая шутка. Давай. Мелосипед маленький, потому что очень холодно. Ну, типа. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. год говорили что типа ну дерьмо плохой так далее 21 год чего вас поменялось этом году много чего поменялось много чего в личной жизни поменялось ну-ка давай опа не роняй свой маленький я держу нормально но только что снова серия откуда переехал со светлого забавность переехал бы светлого сетлогорск немного поменял название города горска добавили девчонки вас есть моя дома ты говоришь вот они стоят на моя дом и жена спалился сейчас залить давай какой трюк покажи на велике покажу что лечение два с половиной килограмма вообще педали даже нет вот нормально у вас хороший был год 20 отличный сейчас планируем сесть на автодом и поехать по россии мы ездили до африки и на сицилию на автодоме да около года жили соседи шумны у вас автодоме вашего вот кстати курьезно авто дома всегда на парковке рядом стоят сидишь жаришь а кто-нибудь там какой-нибудь немецом каждый мужчина должен построить авто дом сделать авто ребенка да 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 и посадить авто дерево ну типа я просто ищу сейчас все ассоциации с домом и хочу все шутки сделать сразу давай когда она будет ходить школу все детям будет задавать домашнее задание авто домашнее задание ну типа так и будет сейчас же вообще проблем нет с этим удаленки там сидела сами человек удалился почку он считает что он как бы на удаленке был ну типа ладно извините я просто накидываю как бы прямо сейчас переключаемся с интернета на нашу постоянную непостоянную рубрику телеканал т.в. добрый день телеканал оригинальность т.в. фотографируйтесь на фоне елки да понятно оригинально добрый день парни телеканал путин т.в. долго будете сидеть на одном месте да ну уходить пока не собираетесь короче не нет все понял путин т.в. телеканал путин т.в. долго еще будьте на одном месте сидеть ну да хоть пока не собираетесь? Да. Получается еще даже и Лукашенко ТВ. Добрый день, телеканал Голод ТВ, дайте откусить, пожалуйста, можно? Откусить? Откусить? Да. Голод ТВ надо прямо откусить прямо. Нет, да. А, получилась жадность ТВ. Добрый день, телеканал Голод ТВ, дайте откусить, пожалуйста. Пожалуйста, кусаки. Блин, вы должны были сказать нет. Мы людям не жадны. У нас была шутка. А у нас музыкальная пауза на телеканале Панты ТВ. Телеканал Панты ТВ, наш директор. Телеканал Рифма ТВ, выхухоль. Все, спасибо. Телеканал Рифма ТВ, пшеница. Рифма ТВ, пшеница. Пшеница. Я не знаю, Рифма к этому слову. Выхухоль. Вы что, издеваетесь? Что за слова? Параллелепипед. Нет, ну нет, Рифма к этому слову. Машина. Плитка. Артем. О, Рифма ТВ, Артем. Не знаю. Не знаю. Нет. Нет? Телеканал Рифма ТВ. Не получилось. Ну что ж, друзья, это был самый зимний выпуск из самого летнего города. Не знаю, зачем мы так сделали. Так, парадоксально начали этот год. Подписывайтесь на наш канал. Если вам понравилось, еще и репостите своим друзьям. На нашем канале, кстати, есть еще и рубрика «Инородное мнение», в которой вы еще можете выиграть деньги. Поэтому активно участвуйте, комментируйте, лайки, репосты. Это все очень полезно для нашего канала. Для вас это тоже полезно. Чем больше лайков, чем больше комментов, тем больше выпусков. А мы мерзнем уже очень сильно. Поэтому это проект «Токий Гури». Все. Пока.